Решила немного показ по теленку, ну и ей подобных. Всех приветствую на своем канале. Если вы не умеете читать, то это канал IVE FOREVER. А звать меня Лёля. Это вот, ну, конкретно, если вы читать не умеете. Просто, ну, вот, когда так говорят, что вот меня там зовут так-то, вон там кот в кадре, и вы на канале такой-то. Но можешь подумать, что еще на каком-то канале, другом... Ну, может быть, кто-то, конечно, выкладывает чужие видео, и тогда будет уже не на том канале. Ну, пока что вы на этом канале. Короче, второй видос за сегодня. Не знаю, может, еще будет, но, скорее всего, уже нет. Ибо и так дофига всего другого интересного. В общем, вот у меня такая коробочка с Азоном. Коробочка с Азоном. И сегодня я ее забрала. Это, то бишь, мой заказик. И обзор будет моего заказика. Там еще был пакетик. Я была с рюкзачком, но мне предложили пакетик, и я ей подумала, ну, раз предложили, то, наверное, лучше пакетик. Потом я пыталась эту коробочку засунуть в рюкзачок и поняла, что, наверное, меня поняли лучше, чем до того, когда меня дошло, что мой маленький рюкзачок, эта коробочка бы нифига не влезла. Может быть, и влезла, но надо было бы сильно постараться. Рюкзачок у меня сейчас вне зоны доступа, точнее, рука до него не дотянется, поэтому не покажу, не смогу показать этот рюкзачок. Тут традиционно вот такой бумажкой зафигачиваем. Пойдет или в сад на сожжение, но так как до сада я давно не ездила, именно в панец бумагой, обычно без бумагой не езжу. Это на той квартире сад был близко, можно было за 10 минут добежать, а тут, ну, короче, скорее всего, эта бумага пойдет на переработку. Может, когда-нибудь соберу много бумаги и сведу в сад, точнее, поеду в сад именно с бумагой. Что у нас тут такое? А у нас тут вот что такое. Вообще, у меня тут еще была бумажка, но когда на базе забираете что-то, вот сейчас уже так стало, по-моему, раньше было, если предоплата была, то бумажку не доставали. Сейчас, значит, уже последний год-два, типа того, достается бумажка, вы ее заполняете, там пишите подпись, расшифровку, дату, время, и вам половинку состригивают. И то, что вы подписали, остается на базе, а то, что не подписали, остается у вас. Вот тут у нас, что у нас тут? Марципановая картошка, 100 грамм, баня, манит, все, хафирное масло, чайного дерева, мирола, масло, лимона, радуга ароматов, шалфей мускатный. Кстати, у меня это фирма радуги ароматов, есть маленькая такая на полтора миллилитра пузыречечка ванильного эфирного масла, и я решила, что, в принципе, она должна быть неплохая, потому что ванильное эфирное масло, она классная была. Именно ванилью пахнет. Хотя на некоторые флакончики радуги ароматов были фиговые отзывы. Потом флакон-выдумщики с крышкой, спреем и штамп для мыла. Ну, на самом деле, еще доставка 99 рублей. На самом деле, я этот штамп для мыла, не только для мыла хочу использовать, но еще и хочу попробовать для детиков. Благо, у меня тиреют. Практически все коробки разобрались. Вот фоном там лежит одна последняя. И в коробке с медиклавой еще какая-то барахло, помимо медиклавы. Ну, там были такие крепежки, но эти крепежки уже 300 лет как не есть, поэтому надо было чем-то проложить, чтобы она доехала без проблем. Ну, и, в общем, благо, так как я практически уже все эти запчасти достала для приготовления домашней косметики, то уже можно своять этот, уже недели две, как собираюсь. Конкретно так собираюсь последние три дня. Вот сегодня воды не было. Опять же, отложилось сделать себе воду для ногтей, потому что закончился. Ну, и заодно дезик про запас. И вот хочу на дезик как раз вот эту печатку поставить. Как раз уже. Ну, в общем, это то, что моя тут перечислена. Первое я достану вот это вот. Мне раньше, она тут как-то спрессовалась, мне раньше в таких баночках по 250 грамм эту самую картошку Юлька присылала пару раз. Юлька, с которой мы общаемся, она есть под Питером. Я люблю марципан. Если кто вдруг чего, то вот будете знать. Если еще не знали, что подарить Юле, то будете знать теперь. Зентис, вот это, кстати, хорошая марка. Я их покупаю периодически. Марципанчик так, в этом, в Атаке, который типа Ашан в углете продается. По-моему, зентисовский батончик такой, буханочка. Я его недавно совсем покупала и что-то хомячила. Не помню, обозревала я его или съела без обозревания. В общем, она что-то была там по скидке. Но у меня еще были какие-то бонусные спасибо. Спасибо бонусные, это зона, я их уделала. Так, где оно у нас тут? В общем, тут она чисто указана по 125 рублей. На сайте она была, по-моему, что-то 80 с чем-то или типа того. Но мне она обошлась за счет бонусов за 57 с копейками. 100 грамм картошка марципановая. Тут, по-моему, она чисто, ну, как конкретный марципан, обсыпанная в какао. Выглядит, как картошка. Давно хотела вот именно таким пакетиком показать. Так, что это у нас такое? А это у нас штамп ручная работа. Такой малюсенький совсем штамп. Там было написано что-то 4 на сколько-то там сантиметров. Я иногда, вроде как, под рукой линейкой не могу сообразить, сколько это выглядит. В общем, вот такой маленький штамп. Я боялась, что он будет чуть больше. И хотела, чтобы он влез вот в мою традиционную эту мисочку. Кексовую такую штучку. Ну, силиконовая фигня под кексы. Я в них обычно мыло делаю. И дезики себе. И вот, боялась, влезет он, не влезет. Ну, в общем, я думаю, что он влезет. Хорошо, что он такой маленький. Выдумщики, хобби. Это доступно. Кстати, у меня этих выдумщиков. Мыльная основа очень хорошая. Маслом ши. Впитывает все эти эфирные масла и травки. В общем, классная эфирная. Классная, я думаю, фирма. Вот это выдумщики.ру, оказывается. И фиговина у них для мыла и прочего. Такого тоже хорошего штамп. Для мыла ручной работы. Ну, и тут инструкция по применению. В общем, такая вот хренатенька. Так, тут у нас... Вообще, на сайте он выглядел треугольничком. И я ожидала, что он будет треугольничком. Но вот он вышел вот такой, прислался. Может, у них там разные формы этого. Что треугольничком, что не треугольничком. Это у нас комплект флакон плюс крышка с плей бесцветная 250 миллилитров. Суть та же самая, что тут треугольничком был 250 миллилитров. Что этот? Я тут хотела себе какую-нибудь такую освежающую фигню намутить. С эфирными маслами и настоями трав. Но у меня как-то не было такого конкретного формата, чтобы был спрейчик. Это хорошо, что я заказала один. Потому что, если бы пришло два вот таких, я хотела именно треугольничек. Ну, треугольный. Мне, в принципе, не суть важна форма. Но я думала, что будет такая вот треугольненькая. И сделаю себе спрейчик. Ну, в принципе, если вдруг что кому-то однажды захочется, то закажу потом побольше таких флаконов. И буду уже делать как бы не то к себе. Хотя некоторые просят делать какой-нибудь сбор травяной и масло эфирное. Точнее, духи на основе эфирного масла и косметического масла. А потом не пользуются, получив подарок. Не знаю, в чем прикол. Вот мне, знаете, даже так вот как-то неприятно становится. Когда вот, ну, не знаю, может другим было бы как-то нормально. Но вот когда у вас просят что-то сделать, разобрать там этот, не знаю, конкретно рецепт такой конкретный подработать. Еще что-то вот так подобрать, чтобы человеку было приятно, нормально и полезно. А оно берется, спасибо вежливо, и чуть ли не выкидывается. В общем, неприятный такой момент тут у меня был. Ну, и тут у меня в пакетике таком традиционно запаянном три разных масла. Я решила заказать те, которые вот конкретно мне сейчас надо. Большую вот прям позарез надо, учитывая, что у нас аптека закрылась. Но птичка сегодня на хвосте принесла новость, что в середине вроде лета она обратно откроется. Но сейчас как бы середина мая, и эти маслани всегда бывают в наличии в аптеках города. Поэтому я решила заказать на зоне. В общем, Мирола Натур лимон. Тот лимон, который я до этого заказывала, мне сначала вроде он как понравился, но в пустых баночках про него расскажу. В общем, лимон. Я, кстати, сейчас его даже вскрою, чтобы уж точно убедиться. У меня, в принципе, Мирола Натур, вот эта именно вариация Мирола, очень многих, ну, в смысле, не то чтобы много, но приличное количество было разных масел эфирных, и они очень хорошие были, достойные масла. Покупала я их исключительно в аптеке. Я тебе тут вот пришлось не в аптеке. Как-то непонятно, но вроде как смахивает на то, которое до этого было, но надеюсь, что оно, когда буду капать его в аромалампу, в свои домашние, так сказать, косметики, оно будет действительно лимонное. Вот какое-то другое у меня было масло вот этой вот фирмы, серии вот этой, да, Мирола Натур, или как там она, Натур, Натюр, по-разному, да, и оно было, вот, допустим, там какая-нибудь роза и пахло, именно вот как роза. Так, тут у нас баня всех мани, чайное дерево. Брала, чисто ориентируясь по отзывам, не знаю, как на самом деле будет. Ну, в принципе, она стоила прилично, как обычно и стоят вот такие всякие вот, не нашла там натуральные масла, есть такая фирма НМ, я раньше думала, ну, похоже, как Невская косметика, допустим, вот такой же рисуночек или что-то такое, но вот НМ, натуральные масла, я в аптеке брала раньше часто, в разных аптеках, и оно вот по цене такое же, как та самая НМ, но на зоне их не оказалось, а вообще никаким местом. Ну, так и пахнет именно чайным деревом, думаю, что нормально. Тут даже, вон, инструкция по применению выпала. Сейчас мы ее обратно затолкаем внутрь. И последнее, это у нас шалфей мускатный, 10 миллилитров, как раз радуга ароматов. Там тоже какая-то бумажка, но обычно в масла кидается какая-то бумажка. Иногда очень полезная бумажка, у меня от какого-то масла до сих пор лежит, там вот основные какие-то масла, с табличкой такой сделанная, что, куда, зачем, почему. Я в упор не помню, как шалфей мускатный пахнет, но, наверное, так. Вообще его хорошо в дезики добавлять, в жидкие дезики, в нежидкие дезики, в каких-то еще, наверное, дезики. Ну, и так куда-нибудь. Эфирное масло шалфея мускатного рекомендуется для ухода за жирной и зрелой кожей, способствует уменьшению морщин, подходит для ухода за волосами, склонными к быстрому загрязнению к жирным, то бишь препятствует выпадению волос, возвращает им энергию и эластичность, устраняет чрезмерную патливость. Вот, как раз вот, как делик, да? Подробная инструкция внутри упаковки. Ну, короче, вот такие у меня масла, вот такой у меня заказ. Ну, и что хочу сказать, очень оперативно все доставили, я буквально, я 13-го сделала заказ, 14-го он отправился, вчера он доставился, но пришла смс-ка уже поздно, у нас база выдачи работает с 3-х до пол-шестого, и я бы уже, как бы, вообще не успела бы, потому что пришла смс-ка после 6-ти. Ну, вот сегодня съездила и забрала, очень удобно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok